итак значит вот такой у нас вали теперь давайте знаете как сделаем единицы нам падают этого всего вали значит это будет английская аж скроем что у него тут остается так control z траки оставим еще значит это английская аж скрываем получается у нас вот такая вот штукенция это все дело выбираем подводим к нашему центру так подводим к центру значит прописываем все это дело с это risen 3d курсор выбираем наш трак тройка на нампаде заходим в edit mode выбираем какую-нибудь нашу деталь делаем и так control z делаем и selection теперь заходим в обжиг ноту весь трак делит удаляем остается у нас вот такая заготовка и колеса тройка на нампаде теперь давайте добавим это курва добавим патч семерка на нампаде с моим он большой заходим в этот мод перекручиваем делаем его ровно так теперь с уменьшаем тройка на нампаде смотрим где он установлен вот он и погнали значит нашу вот этот штуку обрисовывать так это где-то повыше так это значит выравниваем мал мал теперь делаем е смотрим как она тут ляжет подводим наши две точки вот сюда как эту чуть повыше выбираем вторую и делаем английскую f так это все объединили ну здесь если что потом подправим как теперь что нам понадобится нам теперь понадобится привязать вот эту запчасть вот эту вот к нашему вот этому значит пути добавляем модификатор а рай так теперь здесь идет она к верху выравниваем 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 ее где-то вот минус 1200 подравниваем так а как же ее поближе теперь подвести а ну-ка так 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 это значит опускаем смотрим как она тут куда ушла но это то ладно так это тоже пойдет так ниже вот эту садим где-то 400 и теперь пробуем значит прогнать ее по нашей вот этой штуки видите она сейчас плоховато все это дело ну как не вяжется нужно добавить модификатор теперь курс выбрать нашу вот эту вот кривую и тогда у нас тут все меняется дам так почему меняется смотрим семерка на нампаде джи а ну-ка поднимем к верху так здесь что у нас получается а ну-ка все по нолям поставим здесь все распадается здесь ставим тоже ноль так здесь поставим пока два так и прибавляем значит и вот так вот 400 так так а ну-ка пока значит удалим вот эту штуку курву да перекрутим ее еще раз тройка на нампаде подведем ее к нашей вот этой штукенции так чуть-чуть выровняем и попробуем теперь значит тут сегменты идут к верху да нам это не надо мы их ухты 0.730 и вытягиваем так минус 300 да так здесь тогда ноль по нолям а ну-ка пробуем ну вроде бы стали да а ну-ка тройка на нампаде добавляем значит теперь курву и курву значит жмем на нашу курву ставим по сколько тут по игреку куда она уходит так y x а ну-ка перекрутим так тут она не катит да по z не катит значит минус z тоже не катит минус y а ну-ка поднимаем и к верху смотрим что у нас тут 0 0 выставляем перекрутилась она опять тут так выставляем подравниваем крутим вертим так смотрим дальше что расстояние близость так ставим два сегмента так один сегмент выкручиваем наш вот это тройка на нампаде выкручиваем наш вот этот трак подгадываем подравниваем а ну-ка что получается так тройка на нампаде еще раз немножко подкрутим подставим опустим пониже пробуем если 2 добавляем вот туда он уходит до 0 на нампаде так на каком нампаде так вот она еще часть сегменты подгадываем так 0 так если ее поближе сюда ставить а ну-ка ого куда я отнесло по иксу что то тут вообще с этой делом происходит так минус так z 0 внизу 0 так enter внизу так 2 3 ну-ка тройка на нампаде тут единица ого вообще не туда да так а если попробовать по иксу так семерка на нампаде а ну-ка если я так ctrl z что тут такое что тебе родная надо да так с это ризин 3d курсору так теперь сегменты поближе натяжка так так по нолям 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 вроде стало да теперь подкрутим подвертим семерка на нампаде а ну-ка еще чуть-чуть покрутим добавляем наши сегменты так тройка на нампаде так 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 немножко подкрутим чуть-чуть значит опустим так так сблизим чуть-чуть а ну-ка еще подтянем мы будем добавлять сегменты так а ну-ка так теперь один сегмент убираем делаем с так подтягиваем к нашей штуке вот этой тройка на нампаде а ну что тут получается так соединяем вот этой зеленым стрелочкам квадратиком так 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 и чуть-чуть ее еще покрутим повертим чтобы она ровно села так через shift попробуем есть ух ты подогнали да чуть-чуть растянем так ну вроде бы и такая попала теперь что у нас получается если мы выбираем нашу вот эту штуку вяжем ее с аторизм 3d курсору так control z вот когда ведем вы видите что она привязалась control z теперь mt добавляем значит первый мт это будет у нас так сфера с подставляем ее к нашему вот этому траку теперь опять же добавляем mt теперь будет куб это будет у нас маленький куб центре стоять да выбираем две mt и чуть-чуть их сделаем поменьше так теперь shift а добавляем мт добавляем еще один куб это будет куб побольше растянутый плюс внутри вот так вот так control z так выставляем подгадаем выровняем так 7 лампаде он слишком толстый давайте его чуть уменьшим вот так а теперь настраиваем значит первую нашу mt добавляем ей constrain добавляем трансформацию так н экстраполяция добавляем локал спейс так ставим тирма фронт локация по игреку единица а мопту ставим по иксу единица но здесь ставим и так теперь на трак ставим тоже трансформацию ставим экстраполяция локал спейс моп фронт это значит локация так ротация будет у нее значит по иксу единица проверяем н что у нас тут ротация по иксу единица и по иксу по иксу да нет ротация нет по идее по z как ставим x единица а мопту тогда поставим y единица здесь поставим x так это у нас теперь куб у нас идет куб тоже трансформация это будет экстраполяция в бокал спейс так мопту фронту это будет постоянная ротация у нас так это будет по z у нас 60 и тут уже ротация по z будет у нас единица но вверху поставим z так есть такое дело да так куб выставлен значит сфера у нас тоже выставлена так сферу вяжем empty вот к этой вот к этой эти подставляем так теперь сферу вяжем на куб ctrl пи object keep transform а вот эту значит empty 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 ну смысле путь выбираем на ctrl пи object keep transform тройка на нампаде смоем что получается когда мы введем куб значит наши траки едут а вот сфера значит не движется у нас сфера и куб у нас не движутся так так теперь выбираем трак вяжем его на куб ctrl пи object keep transform так а на трак ставим сферу вот эту вот а ну-ка смоем что-то она вообще не ау так трак видите ведет все нормально ctrl z так теперь выбираем у нас вот эту площадку она едет но куб опять не следит не идет за ней так получается а если я куб выбираю то куб идет со сферой видите все движется вывод нужно привязать куб вот вопрос к чему его вязать если я его выберу куб и привяжу значит к этой ctrl пи object keep transform то тогда я выберу управляшку и вы видите что крутится перестает все возвращаем все назад значит трак привязан к кубу так а если крак а ну-ка если вот этот куб значит крак привязан к нему путь привязан к этой штуке получается движется но куб не привязан значит если теперь куб привязать допустим к нашей empty ctrl пи object keep transform ну он сейчас вообще походу ехать не будет да движется и опять же а ну-ка с кубом хоть движется ну совсем движется но не работает так если я на куб поставлю значит вот эту штуку никаких изменений куб не привязывается куб оставляем без empty ротация все у нас есть так а если ротацию по максимуму поставить 60 а здесь тогда 0 так local так 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 все привязано вопрос теперь трак привязан к кубу если мы трак привязан к сфере ctrl пи object keep transform выбираем так оккуп alt пи clear parent смотрим ctrl z так так сфера привязана вот к этому значит путь наш вот этот путь привязан вот к этой штуке ctrl пи так а если наоборот сделать вот эту штуку ctrl пи object keep transform нельзя а ну-ка если alt пи clear parent и теперь выберем значит да вот эту штуку ctrl пи object keep transform нельзя так она не вяжется так тогда выбираем опять нашу вот эту штуку и я не понимаю как если у нас путь привязан к одной empty это empty привязанная к этой кубу а ну-ка что-то дернулась она когда наша empty вот эта круглая привязана по так где-то значит тут к этой все должно двигаться так если мы тут отключим и попробуем без этого дела до тоже самая фигня происходит но теперь если мы вот эту штуку привяжем к этой control пи обжиг тип transform и попробуем двигать все двигается но опять же без кубов и без центральной эту поставим на эту так ну что с ней происходит тогда получается ну-ка если наоборот тоже не привязываться control z а если сферу привязать значит к этому control пи обжиг кип трансформ так это не движется и это тоже что ты будешь делать вот которые разделы и всегда вот с этой штукой у меня заморочки то вяжется то не вяжется так вяжем к этой так куда у нас тут делась наша кривая так это привязана значит к пути все у нас вы видите движется да что же ты будешь делать с этой штукой так теперь эта штука вяжется на эту штуку на вот эту темпки это вяжется к этой control пи обжиг тип трансформ control z единицам нам подито все можно значит подвинуть тройка на нампаде а этот вяжется как кубу в принципе все так ей на танки вязал не хочет так вот работает на скайл control z раз он на скайл работает нужно теперь трек привязать к этой шкури тогда он не должен работать на скайл вот он опять работает на скайл control z так давайте теперь а ну-ка потестим 7 значит все равно распадается почему-то не должен распадаться а ну-ка тоже распадается так но я здесь вообще торчу все трек привязался все работает но опять начинает компосировать мозг наверное его нужно выбирать вместе с этим кубом семеркам нампаде тогда да тогда все вертится крутится control z ну сейчас все это дело и сделаем да так значит все это дело тройкам нампаде а ну-ка выравниваем выбираем все отводим в бок делаем alt возвращаем нашего персонажа выбираем все наши вот эти запчастюли и подставляем к нему так выбираем значит нашу вот эту вот этот куб вяжем так надо его привязать нашему персонажу так вот этого выбираем вяжем корпусу control p object keep transform следом выбираем другой куб и вяжем его тоже control p object keep transform так если теперь мы выберем нашего персонажа и начнем поворачивать вы видите что все поворачивает control z все нормально так теперь что надо сделать нужно вот это вот все настроить на кручение на вершение так теперь давайте настроим так кручение колес это значит это у нас control z колеса переведем setorizing 3d геометрии смоем поймешь по какой оси он тут крутится по y значит у него локальная так ротация control z вот по y у него локация значит добавляем значит add драйвер добавляем так это у нас корпус так edit драйвер так а ну ка x локально если мы его выбираем control z c control z edit драйвер ротация по y куб авто edit workspace в принципе все да и привяжем его значит control p object к нашему значит корпусу о так и чё получается у нас нет ни к кому привязал что о и прекратилось все движение это как называется так ну все движется как иначе а вот это на так ну если его отвяжу alt и clear parent допустим да вон куб остается тогда его надо будет тоже выбирать так а куб тогда вот эту штуку привязываем к этой control p object transform оно ну вот опять у меня начал этот куб конючить да так вот эту сферу привезу к нему control p keep transform оно так меня этот куб добьет вообще так вот эту шиздец control p это шиздец control p вот все движется это что теперь получается надо выбирать вот этот куб вот это нашего персонажа и только тогда ни хрена не будет работать тоже если выбираем только эту штуку ну вот нашего вот этого все работает только куб остается на месте да это шиздец я его маму так тройка на нампаде а ну-ка control z выбираем давайте попробуем донастроить значит кручение колеса так y локация а ну-ка а нормально только не в ту сторону так выбираем так z локация не хочет крутиться значит по иксу попробуем edit драйвер по z что ли а ну-ка не а так выбираем его выбираем опять же где ты тут а ну-ка сейчас ладно сделаем по-другому вот этот драйвер delete драйвер так вот этот по какой оси крутится control z привязываем set origin 3d геометрии тоже по y вот на него сейчас попробуем так локация в драйвер ротация по y а ну-ка кстати негде даже поставить прямо ну-ка ну а ну и и и и и и и трансформация ченнел вар вот эти еще черти узнают что как скриптин запоминаем минимум валу максимум валу что-то и и и и если сделаем так а ну-ка shift делаем значит мир x global а ну-ка привязываем вот эту штуку к этой штуке ctrl p object выбираем нашего персонажа вот вот этот едет куда надо вот теперь мы это дело все обманем вот это значит делит так а вот вот этому поставим теперь копи rotation он на того пацана а ну-ка выберем нашего персонажа все работает все зашибись теперь значит что у нас вот этого тоже на этого на этого уже можно копировать копи rotation на этого товарища а ctrl z нет пардон я его не привязал это origin 3d геометрии и тогда на этого товарища так этого тоже привязываем это origin 3d геометрии тоже копии rotation пусть пусть на этого товарища будет так 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 и вот эти колеса теперь привяжем к этому товарищу ctrl-p object ну вот с кубом как быть вот с этим даем кройка на нампаде ctrl-z ну персонажа выбираем только вместе с этим кубом нормально будет работать все так теперь что получается вот эта железка вот к чему ее привязать должна быть тоже привязана к этому товарищу ctrl-p object так что у нас получается если мы выбираем все вот это дело так все это дело значит что тут оно пойдет так теперь вот эту делаем что нам делаем shift d mirror x-global и вертаем сюда но уже с настройками другими вяжем его значит к нашему персонажу ctrl-p object так и что получается если мы все вот это выбираем так а этот не хочет этот совсем в другую сторону идет но это не проблема это не проблема мы просто сделаем каким образом тройка на нампаде ему драйвер тогда удалим при поднимем чуть-чуть подправим чуть-чуть и теперь делаем что декопируем его движение вот это так выбираем urday чтобы 你們 хочу hew которая взяла клип range здесь у senate этого теперь что у нас с этим делом теперь нужно выбрать вот эту штуку вот эти все колеса выбрать вот эту нашу запчасть сделать shift d сделать опа подождите control z выбрать наши вот это кубы все вот эти вот empty вот эту сферу сделать shift делаем что у нас мира x global и все что это у нас такое а нужно столько вот этими передвигать контролл это ну-ка что за фигня если вот эту только так control z control z control z так выбираем все это дело даем выводим в бок единица на нам оде что всегда постоянно нужно по примите уйти когда потопному что все не хочет сразу работать так теперь это колесо сюда так это колесо чуть вдаль смотрим что получилось если мы сейчас выберем так а ну-ка что у нас тут вообще по привязке если мы выбираем значит просто этого персонажа да у нас все работает вот видите что едет но кубы стоят на месте если делать какой-то разворот то нужно выбирать нашу вот эту штуку значит нашими кубами треки видите все нормально все работает контролл z так единицам нам поди все давайте это дело сохраним теперь что у нас давайте под настроим нашего персонажа здесь уже нужно добавлять будет кости так это значит тройка нам подише а арматура сингл бонт ставим ей via porting front так теперь G это будет дело сюда но сначала нужно понять где у него что вот это вот что за фигня вот хренатень какая-то тоже да ну-ка вот то что будет одинаково это контрол джей объединяем отводим что там еще у него есть так ну здесь у него меня не поймешь она снеж должна крутиться правильно открываться крутиться значит да и он контрол джей а ну-ка стоп тут что-то у него тут наоборот у него отсюда вываливаться должно так ну ладно так что тут потом делим да так вот это так вот это вот это вот это вот эти все контрол джей так вот это что это значит у нас урна так сюда он будет закрыл закидывать куда привяжем это вот эту штукенцу значит set origin td диаметрии сделаем r уведем куда-нибудь в бок так все здесь нам в принципе ничего не надо единственная кнопка будет нажиматься но это потом можно все отделить не вопрос да ctrl J так руки это будет значит отдельно вот это будет вместе ctrl J гайки тоже ctrl J всякие вот эти причиндалы руки будут вместе так вот до исключения вот этих вот штукенц так это мы выведем стройка на нампаде выведем вперед так что тут еще забыто ctrl J нижние пальцы стройка на нампаде выведем вперед еще какая-то хренатень а ну вот она так есть такое дело подальше теперь что у нас есть есть вот такой аппарат и его нужно отделять так что у нас глазами глаз отдельно глаз отдельно это хорошо вот эта фигня ctrl J руки отделены ctrl J чтобы ничего не отлетало так вот это мусорка пусть пока подальше будет теперь ну потом можно настроить если прям реалистично чтобы вот эти вот даункраты значит выдвигались мы их походу чуть переделать надо будет так ctrl J ctrl J и так далее так как непонятно ctrl J получается вот этот штук у нас должен переписаться edit 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 драйвер потому что я его уже объединил так и что у нас получается если я его буду двигать все колеса движутся но теперь у меня отсоединился вот этот кубы так вот этот куб и вот этот куб должны присоединиться к нему ctrl J и object и теперь если я его выбираю нашего персонажа и начинаю двигать все поехало о там еще какая-то хренатень да вот это хренатень должна вот с этой хренатенью тоже объединиться а ну-ка пробуем это шизг какой-то так это ездит ctrl Z там еще синяя какая-то фигня вот она ctrl J ctrl J тогда а это что такое там а это колеса да желательно потом их все переименовать это руки ух ё тут еще какая-то фигня а штангенциркули которые вылазить должны да а где вы тут так это тут и так вот эти все колеса надо заново перевязать да а вот эти тоже штангели к нашему вот этому товарищу ctrl P object так если мы теперь выберем нашего вот этого персонажа то в принципе он уезжает у нас остаются руки остаются вот эта фигня которую тоже можно поднастроить потом будет так мы ее тоже отведем так а ну-ка давайте пока объединим тоже ctrl J будет с мусоркой пока вылазит так что тут еще у нас вот эта хрень мы ее к голове привяжем ctrl J так теперь нам нужно голову отсоединить фары у нас отсоединенные голова так она работать не будет заходим в edit mode выбираем значит L все все детали не пропускаем чтоб потом гемору не было с гайками какими-то так есть такое дело да так наоборот вот так она вся выбирается с этой запчасти да неудобство делаем P selection теперь значит L что там она еще все вот это в принципе вся запчасть должна быть да тогда мы всю так выбираем жмем P selection тоже но это уже будет отдельный object все нормально так end панель закроем так есть такое дело так вот эту наверное скалим пока в нашего персонажа опа ctrl z еще оказываются всякие причиндалы ctrl j так и значит назад его заведем ну как то так то его потом можно будет отделить вот этот mesh и будет уже посложнее настройка так что еще можно сделать ctrl p object ну в принципе без рига вот верхняя часть двери можно без рига открывать просто кручением подставляем сейчас вот это объединим так это объединенное так сюда значит кости не нужны сюда тоже кость не нужна все это дело привязываем значит ctrl p object и вот эту часть тоже вот дверку ctrl p object так так руки вот на них бы хорошо конечно добавить кости и на пальцы кости хотя все это можно крутить object там да но это будет гемор тот еще так ладно заходим теперь выбираем кость заходим в edit mode единица на нампаде сделаем g сделаем сделаем так тройка на нампаде значит теперь g е подставляем так и что у нас получится у нас получится кручение все нормально так это все нормально так 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 теперь е еще косточку вытягиваем это уже будет alt p clear parent g подставляем к нашему вот этому персонажу и теперь повторяем нашу руку вот эту значит так это будет е это будет е теперь получается что у нас вот эти все кости так семерка на нампаде это должна быть середина вот так смотрим чтобы мы вот эту вот косточку попали именно в середину в центр вот той запчасти вот той вот вот так да теперь тройка на нампаде вытаскиваем значит е одну косточку и и вытаскиваем е вторую косточку так да что что у меня сегодня это значит delete бомб так е alt p clear parent а ну-ка g так 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 что их всех так разбросало Так, ну не столь важно, да? Ладно, теперь вот эти дублируем и мёртся на нампаде. Ох, как их тут великолепно изумило, да? Так, значит, delete bone. Так, это ровно. Так, давайте ещё вот от этой косточки E вытащим кость. Alt-P, Clear Parent, G. Делаем S, делаем R, подставляем к нашим вот этим частям. Выставляем их ровно вот на эти крутилки, где, и здесь значит E, вниз выводим. Выбираем у нас вот эти косточки, подставляем к одному пальцу, с FD ко второму пальцу. И вот эти две кости вяжем в центральной костю к руке, Ctrl-P, Keep All Set. Стройка на нампаде. Так, нижняя, Ctrl-P привязана. Так, вот эта косточка вяжется у нас к этой косточке, Ctrl-P, Keep All Set. Так, ну всё, дверки можно так открывать. Теперь у нас другой вопрос, да? Значит, E, кость вытягиваем. Тройка на нампаде. Значит, G. Теперь, значит, E до середины. Тут, значит, косточка вот так идёт, а здесь вот туда, в центральную часть. Так, и от центральной части, если рентген поставить, тут чуть повыше можно, и, значит, побольше косточку на всю длину. Эта кость, значит, вяжется к телу, Ctrl-P, привязана, да? Центральная семёрка на нампаде, вроде всё нормально. Так, теперь глаза. Вот от этой косточки теперь надо настраивать глаза. Каким образом? Будут крутиться они у нас... Прикольно, да? Так же, и теперь получается, от этой косточки должно у нас быть семёрка на нампаде, значит, G чуть поменьше её. И E косточку вытягиваем. И получается, значит, Alt-P, Clear Parent, и, короче, мы её сейчас, G, на ротацию поставим. Пусть будет ровно, а ну-ка, G, S, вот так. И вяжем её к этой косточке, Ctrl-P и Pol-Set. Так, ну, на всякий случай, чтобы... Ну, я боном привяжу, не будет ломаться, да? Так, ну, в принципе, всё. Чё тут? Ничего такого серьёзного, да? Так, выбираем, значит, вот эту кость, вот эту кость. Косточки руки. Косточку глаза. Ну, делаем Shift-D. Можно даже делать арматуру. Name. Name. Лепто это. И делаем симметрию. Так, всё отсимметриво. Всё нормальненько. Так, теперь самая такая нудная работа, это значит привязывать вот эти все детали. Значит, так. А, тут же он ещё больше должен смотреть. Ну, давайте ещё вот эту детальку поделим. Теперь, значит, в эти мод. Рентген. Тройка на нампаде. Всё. Английская. Всё. П. Селекцион. Заходим в Object Mode. Заходим, выбираем нашу вот эту... давай глаза сначала раз заходим в постмод выбираем глаз делаем control так вот эту косточку выбираем control пи бом и погнали все бонами вот это все дело control пи бом как теперь вот это запчасть идет к этой кости вот мод control пи бом как теперь вот это запчасть идет вот эта запчасть идет у смо тут к этой косточке ну и пальцы а еще швот у меня тут вот эти трубки выбираем надо их отделить значит рентгем одну сторону выделяем так даже нету так жмем л контрол д все жмем пи selection ну и здесь такая же штука какой тяжелый персонаж а мама не горюй так теперь выбираем одну трубку выбираем клик заходим в постмод выбираем кость control пи бон теперь в object мод выбираем вот эту эту кость постмод control пи бон и вот эти запчасти вот эти вот вяжем к этой теперь значит постмод вот к этой control пи бон 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 б Вот эту кость выбираем, заходим в постмод, ctrl-p, это для того, чтобы его потом анимировать. Так, теперь у нас пальцы ждем. Так, трубка. Так, их тоже бы поотделять. А ну-ка, вот пальцы все это дело надо отделять. Ну, давайте я пока не буду, все, принцип понятен, да, если надо уже получится, сделайте. Так, я просто их теперь объединю. Ну, просто уже время ускорить, да. Потом их, если что, можно будет разъединить, ctrl-j. Так, все выбралось, а ну-ка, интересно. Нет, ctrl-z. Тут еще какая-то фигня. А, вот она. ctrl-j. И просто так обманку сделаем. Ну, так на каждый палец, там, косточки свои бонить, короче. Так, вот так выбираем, выбираем кости, делаем ctrl-p. Так, white автоматик выйдет. Так, эта штука у нас работает, это все привязано. Так, заходим, выбираем, значит, наши вот эти штуки. Эти штуки попробуем привязать косточки. ctrl-p. Бон. Так, теперь, если мы выбираем, значит, кости персонажа, заходим в post-mod, то сможем ли мы управлять движением нашего этого гражданина. Так, а если здесь мы выберем, значит, вот так вот, то все работает. Потому что все привязано, значит, к нашему телу персонажа. Ну, если тело персонажа, значит, привязать к кости, что я и делал, then, а ну-ка, post-mod, ctrl-p, бон. Так, теперь выберем, значит, косточку эту. Ну, в принципе, все работает. Ну, гляньте, там еще сколько этих запчастей у него, это ужас какой-то. Так, теперь что можно сделать? Мы в post-mod, стройка на нам падет. Так, это мы руки ему назад заведем. Вот, здесь они смогут потом, видите, вытягиваться, затягиваться, уже без заморочек, без всяких растяжителей. Так, теперь что у нас в стройке на нам паде делаем? Вот, палец один поднимается, палец второй. Смотрим, насколько адекватно работает. Ну, в принципе, адекватно. Ломки нету, можно и так, значит, настраивать, да? Так, теперь рука, стройка на нам паде. R. Здесь вот инверс кинематик не нужен. Здесь можно все дело и так анимировать. Так, а ну-ка. Вот, нижний палец тоже адекватно работает. Так, что у нас здесь? R. А ну-ка, если G, не прокатывает G. Так, а ну-ка, если вот эту выпрямлять? Вот, видите, все нормально работает. Единственное, что нужно попривязать остальные все детали. Все будет крутиться, вертеться. Так, если мы теперь косточку выбираем. Ну, так, если проезды делать, а ну-ка, что тут получилось? Ну, вот опять сбой, значит, на колесах. Если мы выбираем персонажа, то колеса крутятся. Надо теперь, я не знаю, можно так, кости привязать. А ну-ка, вот этих убираем и делаем, допустим. CTRL-Z, CTRL-P, BOM. А ну-ка, колеса крутятся, а эта штука не ездит, да? Ну, короче, если делать анимацию, придется смотреть, что делать. Выбирать, значит, эти вот кости отвязались, кубы. Не знаю, почему оно, вот он к этой привязан. Так, а если так, то он отвязан, да? Если вот просто ввести, то его опять нет. Эта штука едить капризная, а ну-ка. CTRL-P и TRANSFORM. Так, куб работает, все, но вот опять же он потерялся, не знает, за кем следовать, что ли. Айсик объединить, CTRL-P. Вот тогда получается, крутиться они не будут, да? А он даже так не привязывается. Вот гаденыша. Так, айсик, это его привязать, CTRL-P. А ну-ка. CTRL-P просто обжиг. И получается, если я выбираю персонажа, с костями. Все, здесь уже ни шиша не работает. Так, нужно еще вот заменить, значит, кости. Внешний вид им, да? Так, тут вот, как можно сделать? Выбираем кости, делаем. А ну-ка, тут вообще движется, а то я сейчас все собью, тут нафиг. Ага, движется. Так, вот эти можно привязать, а ну-ка. Это вяжем к корпусу, да? CTRL-P. Обжиг. Вот так. Когда персонажа выбираем. Все, поехало, поехало. Но здесь вот теперь нужно так. А если бы вот так вот сделать? CTRL-P. Выбираем корпус. Выбираем наши кости. CTRL-P. White Automatic Widget. Ух ты, ложку кожу. А ну-ка. Вот, приколюхи. Работает. Вот. Ну и вяжем, значит, каким образом, да? Так, они же костям привязаны. Все привязано. Так, а ну-ка, это что за палки тут? CTRL-Z. Ага. Потерялась одна запчасть. Выбираем ее. Выбираем вот эту кость. Заходим в Post Mode. Выбираем вот эту косточку. CTRL-P. White Automatic Widget. Так, вот это тогда выбираем. Это значит панель встяга, да? Так, вот это вот. Вот это. Надо соединять. Значит, рентген. Вот это выделяем. Так, CTRL-A. И. Selection. Заходим в Object Mode. И вот это все дело. Назад надо подставить G. R. Так. Это Origin TD геометрии. Делаем R. Ох, как ты меня уже замучил этот персонаж. Что-то тут. Так, тут какая-то... А, вот она откуда сейчас. Угу. Вот она. А, ну-ка, где ты-то должна быть? Что ты тут конючишь так? А, вот. Наверху, значит, да? А, кости пока АС. А, тоже CTRL-Z G Так, ну, где-то это должно быть как-то так. Присобачиваем все это дело. CTRL-P Object. Так. Ну, все. Тут еще есть детальки. Можно их... Так. Если они нужны, то пусть они... Вот откуда они? Каких-нибудь колес, наверное, да? Ну, я их пока скрою. Если кому-то нужны, потом вы их найдете. И доделаете, потренируетесь. Так, что у нас тут теперь? Alt. Если делать анимацию, то выбираем RIG. Выбираем... Получается, выбираем все вот эти наши... Ну, не все, а только вот... А, пардоньте. CTRL-Z CTRL-Z Выбираем RIG. И вот эти только два куба, по идее. Так, семерка на нампаде. А ну-ка, R. Все, значит, у нас нормально тут крутится, вертится. Если что-то будет отпадать, но это уже потом второстепенный вопрос. Так, что у нас получается? Когда у нас кубы вот эти, значит, привязаны. Так, они должны на месте стоять. Когда Валли вот поехал. Так, а вот эти стоят. Они должны привязаны быть. Ну, в принципе, а ну-ка. Вот теперь, если мы будем делать R, видите, все будет распадаться без этих кубов. Их надо теперь назад, все это делая, привязать. Но они что-то вот начинают конючить. По новой надо вот так сидеть, мудиться. Вдруг они привяжутся. Сфера ушла. Ctrl-P. Он же кит-трансформ. Constrainer, значит, на куб нету ничего. Сфера куда-то-то убежала. Ну, попробовать перевязать. Ну, тут-то все работает, а куб этот опять конючий, это гаденыш. Так, ладно, дотянулся ролик, короче, все получается. Анимацию можно снимать. Единственное, что вот разобраться теперь, как вот этот куб, почему он конючий, то он привяжется, то он отвяжется. Один метр, шестьдесят, все, Z, Z, все установлено. Так, а ну-ка. Альт-П, clear parent. Альт-П, clear parent. И попробовать заново, значит, сначала где-то все уберем. А, трек. Понятно. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так, МТ, трек, отвязался от сферы, оно по барабану не хочет, что-то на этом персонаже, на танке офигенно он, значит, привязался. О, Пи. Так, все, на этом пока все, тогда в следующем ролике уже рассмотрим, как тут, чего я исправлю. Давайте я его сохраню. Все, всем пока, до свидания. А то затянул я слишком ролик.